По Его следам Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, поставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2, 21 Глава 8 «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною» Матфея 16, 24 Генри Максвелл задумчиво ходил по своему кабинету. Была среда, и он размышлял над темой проповеди на вечер. Из окна своего кабинета он видел высокую трубу железнодорожных мастерских. Верхушка евангелизационной палатки чуть видна была из-за здания ректангла. Каждый раз, когда он поворачивался, он смотрел в окно. Через время он сел за свой письменный стол и подвинул к себе большую лист бумаги. Немного подумав, Генри написал большими буквами. Список того, что, возможно, бы делал Иисус в этом приходе. 1. Жил бы простой жизнью, без излишней пышности с одной стороны и не будучи аскетом с другой. 2. Без страха проповедовал бы, обличая лицемерие в церкви, невзирая на общественное положение или богатство людей. 3. Выражал бы практическое участие и любовь к простым людям, точно так же, как к преуспевающим, образованным, благородным людям, составляющим основную часть прихода. 4. Уподобился бы людям, принимая в них личное участие, призывающее к самоотверженности и застраданию. 5. Проповедовал бы против пивных заведений в Раймонде. 6. Стал бы известным, как друг простых, грешных людей в Ректангле. 7. Отказался бы от летней поездки в Европу в этом году. Я уже дважды был за границей и не нуждаюсь в дополнительном отдыхе. Я чувствую себя хорошо и могу отказаться от этого удовольствия. 7. Пожертвовав деньги для того, кто нуждается в отпуске больше, чем я. 8. В городе, возможно, много таких людей. В смирении, которое раньше ему было так незнакомо, он сознавал, что его список возможных поступков Иисуса не имел ни глубины, ни смысла. 9. Генри осторожно искал конкретной формы, в которой он мог бы выразить свои мысли о возможных действиях Иисуса. 10. Почти каждая деталь, которую он записал, переворачивала все его правила и обычаи, которых он придерживался все годы служения. 11. Он продолжал искать более глубокого хождения в подражании Христу. 12. Он не решался больше писать, но продолжал сидеть за столом, погруженный в размышления и стараясь проследить действия Духа Божьего в своей жизни. 13. Пастор забыл о конкретной теме, которую еще утром хотел предложить на вечернем молитвенном собрании. 14. Он настолько был погружен в свои мысли, что не услышал звонка у двери. 15. Очнулся пастор только тогда, когда слуга объявил, что его ждет посетитель. 15. Его звали мистер Грей. 16. Максвелл подошел к лестнице и пригласил мистера Грей подняться в его кабинет. 16. Грей поднялся и просто изложил причину своего посещения. 17. Мне нужна ваша помощь, мистер Максвелл. 18. Конечно же, вы слышали, какое чудесное общение было у нас в понедельник вечером и вчера. 18. Мисс Винслол сделала больше своим голосом, чем я своей проповедью. 19. Палатка просто не вмещала всех людей. 20. Я слышал об этом. 21. Те люди впервые слышали ее. 22. Неудивительно, что они собрались. 22. Ее голос просто сокровище, и она послужила большим вдохновением и благословением в нашем служении. 23. Но я пришел просить вас, не смогли бы вы прийти сегодня вечером и проповедовать там. 24. Я сильно простыл и не надеюсь на свой голос. 25. Я знаю, что прошу слишком многого от вас, понимая, что вы очень заняты. 25. Но если вы не можете прийти, то скажите об этом честно, и я пойду к кому-нибудь другому. 26. Очень сожалею, но у нас сегодня молитвенное общение, – начал мистер Максвелл. 26. Неожиданно он покраснел и добавил. 27. Но я постараюсь сделать все, чтобы прийти. 27. Можете надеяться. 28. Крей сердечно поблагодарил его и поднялся, чтобы идти. 28. Не могли бы вы на минутку задержаться, Грей, и мы вместе помолимся? 29. Да, – просто ответил Грей. 29. Оба мужчины склонились на колени. 29. Генри Максвелл молился, как ребенок. 30. Грей, слушая его, был растроган до слез. 30. В его словах звучала мольба. 31. Человек, проведший в служении столько лет, но не имевший практики худ духовной жизни, 31. Крей теперь умолял о мудрости и силе, чтобы передать благую весть людям ректангла. 31. Крей поднялся и протянул ему руку. 31. Господь да благословит вас, мистер Максвелл. 32. Я уверен, что Дух Святой наполнит вас сегодня своей силой. 32. Генри Максвелл не ответил. 33. Он не решался даже сказать, что он надеется на это. 33. Но он подумал о своем обещании, и это вселило в него мир, который освежил его сердце и разум. 33. Таким образом, когда прихожане первой церкви собрались на молитвенное собрание, 34. То их ожидал еще один сюрприз. 34. Людей собралось необычно много. 35. С того самого знаменитого воскресного утра людей на молитвенное собрание стало приходить столько, 35. Сколько не приходило ни разу за всю историю первой церкви. 35. Мистер Максвелл сразу приступил к делу. 36. Я чувствую, что Господь призывает меня сегодня идти в Ректангл. 37. А вы смотрите сами. Будете ли вы проводить сегодня молитвенное собрание или нет? 37. Я думаю, что будет замечательно, если несколько человек вызовутся пойти со мной в Ректангл, 38. Чтоб побеседовать с людьми после собрания, если будет в этом необходимость. 39. Остальным я предлагаю остаться здесь и молиться, чтоб Дух Святой пошел с нами. 39. Человек шесть мужчин откликнулись, чтоб пойти с пастором. Остальные остались на месте. 40. Максвелл, оставляя зал, не мог не подумать, чтоб во всей церкви невозможно было найти человека, 40. Которые в застоянии были успешно и доступно рассказать грешным людям об Иисусе Христе. 41. Но эта мысль долго не задержалась, чтоб огорчить его. Это было просто частью его нового отношения к следованию за Христом. 41. Когда мужчины подошли к Ректанглу, в палатке было уже много людей. Они с трудом прошли вперед. 42. Рэйчел и Вирджиния пришли с Часпером Чейз, который вызвался пойти вместо доктора. 42. Собрание началось с пения Рэйчел. Всем присутствующим предложили петь вместе с ней. 43. К этому времени палатка была уже переполнена. Вечер был теплый, поэтому борта палатки подняли. 44. Вокруг плотными рядами стояли люди, являясь частью аудитории. 44. После пения и молитвы одного из пасторов города, Грей объяснил причину, почему он не может говорить. 45. Он просто передал ведение служения брату Максвелл из первой церкви. 45. Кто этот тип? – спросил хриплый голос за бортом палатки. 46. Из первой церкви. Сегодня мы услышим аристократические слои общества. 46. Ты сказал из первой церкви? Я его знаю. 47. Хозяин дома, где я снимаю квартиру, сидит у него на первой лавке. 47. Послышался другой голос, после которого раздался грубый смех, говоривший был хозяином пивного бара. 48. Сумрак смерти над рекою, но за далью непогод, запел пьяный рядом. 48. Он так подражал пению местных приезжих певцов, что вокруг него громко захохотали, захлопали и стали выкрикивать одобрительные слова. 49. Люди в палатке повернулись в сторону нарушителей порядка. 49. Послышались выкрики. 50. Уберите его! Дайте шанс первой церкви! Песню! Песню! Давайте еще песню! 50. Генри Максвелл поднялся, и его охватил ужас. 50. Это не было похоже на проповедь хорошо одетым, уважаемым, воспитанным людям в его церкви. 51. Он начал говорить, но беспорядок только увеличивался. 51. Грейп шел в толпу, но не в состоянии было ее успокоить. 52. Максвелл поднял руку и усилил голос. 52. Кто-то из народа стал прислушиваться, но шум снаружи только увеличивался. 53. Через несколько минут аудитория была вне всякого контроля. 53. Он повернулся к Рэйчел с печальной улыбкой. 53. Спойте что-нибудь, мисс Винслоу. Они вас послушают. 53. Сказал он, затем сел и закрыл лицо обеими руками. 54. Теперь возможность дана была Рэйчел. 54. И она ее вполне использовала. 54. Вирджиния сидела за роялью, и Рэйчел попросила ее взять несколько аккордов гимна. 55. В минуты печали, в минуты бессилия, душевного стона на долгом пути 55. Нам слышится голос Христа Иисуса. 55. Взгляни на Голгофу, на Голгофу взгляни. 55. Рэйчел не успела допеть первой строки, как все люди повернулись к ней 55. Со всем вниманием и благоговением. 55. Когда же она закончила куплет, ректангл успокоился и был готов слушать. 55. Народ, словно дикий зверь, лежал у ее ног. 55. Своим пением она покорила его. 55. Ах, как можно было сравнить легкомысленную, надушенную, критическую аудиторию концертного зала 56. С этой грязной, пьяной, аморальной массой человечества, которая трепетала, плакала и становилась задумчивой. 57. Все это происходило под действием жертвенного служения этой красивой, совсем еще юной девушки. 58. Мистер Максвелл поднял голову. 58. Увидел преобразившуюся толпу и вдруг ясно понял, что бы сделал Иисус таким голосом, как у Рэйчел Винслоу. 59. Джаспер Чейз сидел, не отрывая глаз от певицы, и его огромное желание, как честолюбивого автора, потонуло в мыслях о том, что бы значила для него любовь Рэйчел Винслоу. 60. А за палаткой в тени стоял человек, которого никто из присутствующих не ожидал здесь увидеть. 61. Это был Роллин Пейдж. Его толкали со всех сторон грубые и грязные мужчины и женщины, бесцеремонно разглядывавшие его дорогую одежду. 61. Он не обращал внимания на окружающую его обстановку и в то же время стоял, как завороженный, под действием пения Рэйчел. 62. Он только что вышел из клуба. Ни Рэйчел, ни Вирджиния в этот вечер его не видели. 63. Вэл снова встал. На этот раз он чувствовал себя спокойнее. Что бы сделал Иисус? 63. Он говорил так, как раньше думал, что никогда не будет говорить. 64. Кто были эти люди? Это были бессмертные души. Что такое христианство? 64. Призыв грешников, не праведников, а грешников к покаянию. 64. Как бы говорил Иисус? Что бы он сказал? 65. Он не мог сказать всего, из чего будет состоять его проповедь. 65. Но часть ее он знал точно. И с этой уверенностью он и начал. 65. Никогда раньше он не испытывал сострадания к множеству народа. 65. Что для него значило множество народа за все десять лет его служения в Первой Церкви? 65. Это был неопределенный, опасный, грязный, приносящий беспокойство фактор общества, 65. Находящийся за пределами Церкви и вне его достижения. 65. Это был элемент, который временами беспокоил его совесть, 65. О котором говорили в Раймонде на совещаниях и который просто называли массой. 66. В газетах и протоколах братья также объясняли причину, 66. Почему массы не были достигнуты? 66. Но сегодня, стоя перед массой, он спросил себя, 66. Не такая ли толпа в основном окружала Иисуса? 66. Сердце пастора наполнилось искренней любовью к народу, 67. Что является самым лучшим показателем, который когда-либо имел проповедник, 67. Что он сможет передать слова вечной жизни? 67. Не так уж трудно полюбить одного грешника, 67. Особенно если он необыкновенный и интересный. 68. Любовь же к толпе грешников может иметь только настоящий христианин. 69. Служение закончилось, но особого интереса заметно не было. 69. Люди быстро расходились из палатки, и никто из них не задержался, чтобы поговорить. 69. Бары и питейные заведения, опустевшие на время служения, 69. Снова ожили, продолжая свой пагубный бизнес. 69. Ректангл, словно наверстывая упущенное время, 69. С новым азартом впустился в ночной путеж. 69. Максвелл, в сопровождении своей маленькой группы, включая Вирджинию, Рейчел и Джаспера Чейз, 69. Шли по улице, минуя ряды пивных заведений и ночных притонов, 70. Пока не достигли, где проезжали машины. 69. Это ужасное место, проговорил пастор, поджидая машину. 69. Я даже не подозревал, что в Раймонде есть такое страшное место. 69. Кажется невозможным, чтобы такое было в городе, где столько много последователей Иисуса Христа. 69. Вы думаете, кто-нибудь в состоянии разрушить это проклятое место пьянства? 70. Спросил Джаспера Чейз. 70. В последнее время, как никогда раньше, я все думаю, что христиане могут сделать, чтобы устроить проклятие пьянства и разврата. 71. Почему бы нам всем вместе не начать активные действия? 71. Почему бы пасторам и членам церквей Рамонда не пойти против течения? 72. Что бы сделал Иисус? 72. Оставался ли бы он в стороне? 73. Голосовал бы он за понивание этих заведений, преступлений и смерти? 74. Он говорил больше к себе, нежели к окружающим. 74. Пастор вспомнил, что всегда голосовал за узаконивание этих заведений. 75. Его примеру следовали и другие члены церкви. 75. Что бы сделал Иисус? 76. Может ли он ответить на этот вопрос? 76. Проповедовал бы он и принимал бы конкретные меры против притонов, если бы жил сегодня? 76. Как бы он проповедовал и что бы делал? 77. Возможно, это не совсем уместно проповедовать против узаконивания притонов. 77. Возможно, христиане думают, что с этим ничего не поделаешь. 78. Как разве что узаконить зло и получить с них налоги? 79. Неизбежен ли грех? 79. А что, если эти заведения стоят на земле, принадлежащей кому-то из членов церкви? 79. Пастор знал, что в Раймонде это так и есть. 79. Что бы сделал Иисус? 79. На следующее утро он вошел в свой кабинет с тем же самым вопросом. 80. Весь день прошел в размышлениях. 80. К вечеру, когда принесли газету ежедневные новости, он уже пришел к некоторым заключениям. 80. Его жена, принеся газету, присел рядом с ним на несколько минут, слушая, пока пастор читал ей вслух. 81. Газета ежедневные новости в настоящий момент была самой читаемой в Раймонде. 81. Нужно отметить, что оформлена она была таким необычайным манером, что ее подписчики были в растерянности. 81. Вначале они заметили, что в ней не было ничего сказано о боксерских состязаниях. 82. Затем они стали замечать, что в ней перестали печататься о преступлениях со всеми их ужасными подробностями. 83. Исчезли статьи о скандалах в семьях. 84. Исчезли рекламы виноводочных, табачных и других сомнительных изделий. 84. Прекращение воскресного выпуска произвело самые большие возмущения. 85. Теперь же характер статей вызывал небывалую сенсацию. 85. Цитаты из выпуска «За понедельник» показывают, что Эдвард Норман старается сдержать свое обещание. 85. Статья называлась «Моральная сторона политических вопросов». 86. Редактор газеты «Ежедневные новости» всегда поддерживал принципы политической партии, которая была в тот момент у власти. 87. Поэтому все политические вопросы он обсуждал с точки зрения практических соображений. 87. Описывал он убеждения партии и в чем они не сходятся друг с другом с политическими организациями. 87. Затем, чтобы быть абсолютно честным к другим читателям, 88. Редактор преподносил и обсуждал эти же политические вопросы с точки зрения «правильно» и «неправильно». 88. Другими словами, первый вопрос, который задавался в его офисе, не был «защищает ли это интересы нашей партии» или «согласуется ли это с принципами и основами нашей партии». 88. Но первый вопрос, который возникал, был другим – соответствует ли это духу и учению Иисуса как автора самых высших стандартов жизни, известных человеку? 88. Таким образом, все становится абсолютно ясно. 88. Моральная сторона любого политического вопроса будет считаться самым важным вопросом. 88. В таком случае, как нация, так и каждый индивидуум будут под одним законом. 89. Все делать для славы Божьей. Это будет первое правило в любом действии. 89. Этот же принцип будет соблюдаться в офисе и с кандидатами на ответственные должности в республике. 90. Невзирая на политические партии, редактор новостей делал все, что было в его силах, чтобы выдвинуть в руководство самых лучших людей. 91. Он не поддерживал недостойных кандидатов, не поддаваясь давлению партии. 91. Первым вопросом, с которым подходили к человеку и требованиям к нему, был – подходит ли он на эту должность? 91. Добросовестный ли он человек и есть ли у него способности? 91. Правильно ли его отношение к делу? 91. Статья продолжалась, но из этого уже можно было понять характер издательства. 91. Сотни людей в ранмоди читали это и в изумлении протирали глаза. 91. Многие из них немедленно написали в газету, требуя, чтобы он прекратил выпуск. 91. Однако газета продолжала издаваться и с жадностью читалась по всему городу. 91. Несмотря на это, к концу недели Эдвард Норман осознавал, что теряет огромное число подписчиков. 91. На этот факт он реагировал спокойно, хотя Кларк, ведущий редактор, мрачно предупреждал, что все завершится банкротством, особенно после статьи, опубликованной в понедельник. 91. Вечером, когда Максвелл читал это своей жене, почти в каждой строке он видел сознательное подчинение Нормана своему обещанию. 91. В газете не было жаргонных или сенсационных страшных заголовков. 91. Материал был в абсолютной гармонии с заглавием статьи. 91. В конце двух колонок пастор заметил подписи корреспондентов. 91. Чувствовались определенные старания, выраженные в знании и стиле их изложения. 91. Итак, Норман начинает работу над тем, чтобы репортеры подписывались под своей работой. 91. Мы говорили с ним на эту тему. Молодец! 91. Подписи указывают ответственность за написанное и повышают стандарт выполненной работы. 91. Полезно для всех, как для читателей, так и для писателей. 92. Неожиданно Максвелл замолчал. Жена отвлеклась от своей работы и посмотрела на него. 93. Он что-то читал с большим интересом. 93. Послушай, Мэри, проговорил он дрожащими губами. 94. Сегодня утром Александр Пауэрс, управляющий железнодорожными мастерскими в городе, 94. Подал в отставку, подробно излагая причину. 95. К нему в руки попал документ, доказывающий нарушение коммерческого закона штата, 95. Который недавно был оформен, чтобы подставить и наказать железнодорожные перевозки, 95. Тем самым выиграть дело для определенных поставщиков. 95. В своем заявлении мистер Пауэрс заявляет, 95. Что больше не может удерживать информацию, который владеет против железнодорожных перевозок. 95. Он будет выступать свидетелем против этого преступления. 95. Свои доказательства против компании он передал в руки комитета. 95. И теперь дальнейшие решения и действия зависели от них. 96. Газета «Ежедневные новости» выразила также свои взгляды на действия со стороны мистера Пауэрс. 96. Прежде всего, он ничего этим не выигрывал. 97. Он добровольно отказывался от очень престижного места работы, которое, сохранив молчание, он мог бы спокойно иметь. 98. Во-вторых, редакция считает, что его действия должны быть одобрены всеми мыслящими, честными гражданами, которые верят, что закон должен быть исполнен, а нарушители закона привлечены к ответственности. 98. В случае как этот, доказательства против железнодорожной кампании были в общем понятны, и почти невозможно было их не признать. 99. Все прекрасно знают, что руководство железных дорог часто в курсе криминальных фактов, но не считают своим долгом поставить в известность соответствующие органы, что является нарушением закона. 99. Общий результат подобных уклонений ответственных лиц от ответственности подрывает дисциплину и развращает молодых людей, которые все это видят. 99. Редактор газеты напоминает высказывание, сделанное недавно в городе довольно известным лицом железнодорожной кампании. 99. Почти каждый чиновник в определенных отделах железной дороги понимает, что большая сумма денег делается хитрым нарушением коммерческого закона. 99. Они восхищаются ловкостью, с которой это делается, и заявляют, что сделали бы то же самое, если бы занимали достаточно высокие посты в руководстве. 99. Нет необходимости говорить, что такое состояние бизнеса разрушительно и пагубно для всех благородных и высоких стандартов поведения. 99. Ни один молодой человек не сможет жить в подобной атмосфере в безнаказанной нечестности и беззаконии, не испортив свой характер. 99. По нашему суждению, мистер Пауэрс сделал одно единственное, что христианин мог сделать. Он оказал смелую и полезную услугу штату и людям. Не всегда легко можно определить отношения, которые существуют между индивидуальным гражданином и его обязанностью перед народом. В настоящем случае не остается сомнения, что шаг, на который пошел мистер Пауэрс, повелевает так поступать каждому человеку, уважающему закон и его исполнение. Бывают времена, когда гражданин должен действовать во благо людей, жертвуя и теряя своим авторитетным положением. Мистер Пауэрс будет неправильно понят и представлен в ложном свете, но нет сомнения, что его поступок будет оправдан каждым гражданином, который желает увидеть самую огромную корпорацию, точно так же и самого слабого гражданина, подчиненного одному закону. Мистер Пауэрс сделал все, что должен был сделать честный гражданин патриот. Теперь дело остается на совести комитета, чтобы они отреагировали на его доказательства, которые, как мы понимаем, являются неоспоримым нарушением закона. Пусть закон вступает в силу, независимо от того, кто является виновным. Субтитры создавал DimaTorzok